Недавно Раша-террористы совершили самый массовый дроновый налет на территорию Украины. Наверное, многие видели статистику, которую предоставили наши ВВС, и знают, сколько было сбито и сколько территориально потеряно. Тем не менее, общее количество примененных средств поражения было рекордным. В небо подконтрольное ВСУ зашло 145 дронов. И в этом весь глубинный смысл сущности, которую принято называть Российской Федерацией, хотя оба эти слова не имеют к ней никакого отношения. Первое искусственно создано 300 лет назад, ну а как действует именно федеративное государство, можно посмотреть на примере США или Германии. Там штаты или федеральные земли имеют не только высокую автономность от федерального центра, но, что самое главное, четкое распределение полномочий. В итоге, федеральный центр не имеет права вмешиваться в большую часть вопросов федеральной единицы. Ну а смысл атаки сводится к тому, что эта сущность всегда стремится достичь своих целей, численностью или количеством взамен эффективности. Впрочем, так было всегда, и там никогда не расстраивались от того, что в любой войне они имеют кратно большие потери, чем у других участников этой войны. Царь, генсек или нелегитимный квази-президент всегда могут расходовать ресурсы, в том числе и человеческие, по своему усмотрению, не заботясь о том, что за это у него кто-то потребует отчет. Ну а население страны никогда такого отчета и не желало. Ему достаточно соизволения грабить, насиловать, пытать и убивать. За такую возможность оно простит любые шалости с царя, в том числе в отношении их самих. И вот мы наблюдали именно такой вариант бестолкового и беспощадного наката беспилотников. Как сообщают официальные источники ВСУ, только с начала месяца «Рашисты» обстреляли территорию Украины с помощью 800 кабов, 600 ударных дронов типа «Шахет» и не менее 20 ракет разных типов. Но, как оказалось, в это самое время и сами «Рашисты» имели возможность откушать подобного блюда. В данном случае речь не идет о сопоставимом по массовости налете. Тем не менее, он оказался довольно болезненным как для гражданских, так и для военной инфраструктуры. Главное, что в этом налете было то, что, наверное, впервые более двух десятков дронов полетели на Москву и Подмосковье. То есть это была пристрелка для того, чтобы постучаться к дорогим москвичам. Примерно таким же образом, как они это делают в отношении Киева. Согласно данным «Рашаисточников», в Подмосковье зафиксированы как перехваты дронов, так и чистые прилеты. Поэтому трудно сказать, насколько в этот раз цели были именно в самой Москве, а не в пригородах. По крайней мере, телеграм-каналы просто ломятся от видеороликов с пролетами дронов, взрывами и пожарами из Раменского, Софьина и других населенных пунктов ближайших пригородов Москвы. Куда там прилетело – вопрос открытый. Но важно то, что там начался легкий переполох. Такого прямо у порога столицы Терра-Раши явно никто не ожидал увидеть. Кроме того, есть информация о том, что удалось поразить 1060-й Центр материально-технического снабжения «Рашистов». Есть информация о том, что по этому объекту отработало несколько дронов. И местные говорят о не менее восьми взрывах, в результате чего там образовался пожар, который хорошо виден на фото. Отметим, что этот налет оказался и полезным, и приятным. Польза очевидна. Если удалось уничтожить часть какого-то материально-технического обеспечения, уже хорошо. Но не менее важно было увидеть, как работает воздушное прикрытие болотной столицы. Рано или поздно надо было приступить к прощупыванию коридоров по направлению к центру Москвы, где находится целый ряд военных целей, подлежащих, если не уничтожению, то хотя бы выведению из строя. С учетом того, что за последний месяц было несколько сообщений о том, что в ожидании налета ВСУ на Москву там усиливают систему ПВО и перебрасывают новые ЗРК. Это могло быть как отражением реальности, так и намеренная дезинформация, которой так прославился противник. А с учетом того, что часть средств ПВО намеренно находится в спящем режиме, чтобы не выдавать своего присутствия работой РЛС, то надо было разбудить этот гадюшник, чтобы посмотреть, как он выглядит прямо сейчас. Можно не сомневаться в том, что в процессе налета фиксировали все активности ПВО противника для того, чтобы учесть эти данные для дальнейшего прокладывания коридоров до Кремля. Видимо, расисты действительно впечатлились, потому что пропаганда тут же стала отрабатывать свою привычную тему о том, что все цели сбиты и Москва на замке. Но, тем не менее, план «Ковер» был введен для всех гражданских аэропортов Москвы, и все вылеты и прилеты были остановлены до отбоя воздушной тревоги. Кроме того, стало известно о том, что атаке дронов подверглась и Брянская область. По свидетельству местных обитателей, под ударом могла оказаться воинская часть. Это не то, что относится к упомянутой выше базе материально-технического снабжения, потому что в этой информации нет упоминания о количестве взрывов. Ну, а местный гауляйтер отчитался о 14 сбитых дронах. А когда там не было сбитых? Как и следовало ожидать, уже после обеда появились некоторые подробности атаки на один из объектов 1060-го центра материально-технического снабжения армии агрессора. Подробности дал генштаб и возникла некоторая ясность с локацией, по которой и пришелся этот удар. Напомним, изначально было известно о том, что местные жители услышали звук пролетающих дронов и потом не менее восьми взрывов в районе воинской части. При этом первые сообщения не указывали на какие-то географические данные. В то же время прошли сообщения об ударе почему-то в районе Брянска, но без особых подробностей. Поэтому на тот момент было сложно понять, один и тот же это эпизод или два разных, потому что 1060-й центр имеет целый ряд объектов в разных областях в западной части скрепных болот. Наводгенштаб внес ясность и сообщил о том, что удар был нанесен по 120-му арсеналу главного ракетно-артиллерийского управления, который как раз и входит в состав 1060-го центра МТС. Расположен арсенал на окраине Брянска и поэтому местные жители хорошо слышали как пролет дронов, которые уже заходили на цель и шли низко, так и взрывы от прилетов. По сведениям наших военных, по состоянию на 6 утра продолжалось горение в двух отдельных частях арсенала. Ну а местные жители говорят о том, что в процессе пожара было слышно несколько взрывов, но это не идет ни в какое сравнение с теми фейерверками, которые наблюдались в октябре на двух арсеналах в Тверской области. Но тут может возникнуть вопрос о том, насколько эффективным оказался удар, если на нем не было акцентированной повторной детонации. И тут можно найти логичное объяснение такому эффекту. Арсенал находится в непосредственной близости от границы с Украиной и, скорее всего, его максимально разгрузили за последний месяц с учетом произошедших ранее событий. И наверняка наши военные об этом прекрасно знали, но все равно удар был нанесен восемью дронами. Отсюда следует, что целью налета было не поднять всю эту халабуду на воздух, а что-то другое. А далее предположение, основанное на разного рода утечках, потому что точной открытой информации не будет гарантировано. Какое-то время назад было принято решение вывести с арсенала особо ценные боеприпасы и распределить их по дальним хранилищам. Но поскольку деньги на его строительство потрачены немалые, ему было решено придать несколько другой профиль. По разным данным, там был организован центр ремонта боеприпасов, в первую очередь артиллерийских снарядов. Насколько можно понять, там проводят что-то вроде реставрации снарядов, которые еще помнят, как над ними кричали «За Родину! За Сталина!». Ладно, не кричали, думали. Актеры, которые снимались в роли красных армейцев. Плюс к тому, сейчас лапти активно используют артиллерию устаревших калибров с тех же давних времен. Понятно, что под нее уже десятилетиями не выпускали боеприпасов, а то, что осталось, надо перебрать. Там уже выходили самые крайние сроки хранения. Если это так, то целью были не залежи снарядов, лежащие штабелями, а оборудование этого центра. В таком случае особой детонации не будет, а вот пожар обязательно. Скорее всего, так это и было. Противник, даже в Москве, уже понимает, что игра в одни ворота закончилась. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин